Бытует мнение, что сейчас в казахской культуре наметился подъем, так сказать, ренессанс. Наконец-то артисты могут свободно творить, без оглядки на партию. Только вот творчество с каждым разом все вульгарнее, пошлее и примитивнее. Это происходит и в поп-культуре, и в так называемом высоком искусстве. Попсятники поют незатейливые мелодичные песни со звучанием дамбры, а люди высокого искусства, наоборот, уходят в полный нанконформизм, считая это каким-то великим актом искусства и торжеством свободы, а то и вовсе полностью копируют зарубежную музыку. Давайте же поговорим об этих двух направлениях в казахском шоу-бизнесе. Разберемся, где его истоки и куда катится наше искусство. Салем Жолдаас! Ты на канале Красная Юрта. Бастаймс! Начнем с того, что сама по себе казахская культура испокон веков очень богата. Это выражалось не только в певческих и поэтических талантах казахского народа, но и в ремеслах, танцах, традициях. Однако, ввиду неразвитости производственных отношений и орудий производства, секреты мастерства передавались от учителя к ученику устно, а сами навыки осваивались чуть ли не интуитивно. Чего только стоит знаменитый кюй-хурмангазе Адай. Великое произведение, трогающее до глубины души, и передающее всю палитру эмоций, которые может пережить человек, когда скачет на своем тулпаре по необъятной родной земле. И сейчас же никто не поверит, что такое произведение мог написать человек, не знавший нотной грамоты, законов гармонии и композиции. Но такое положение дел не могло продолжаться вечно. Все-таки исконная культура казахов была порождением их общественного бытия, а именно кочевого образа жизни. Другими словами, люди пели о том, что видели. С приходом советской власти в казахской степи начали появляться колхозы и совхозы. Многие казахи перебрались жить в город. Многие остались в аулах, и прежний уклад жизни уходил, уступая место новому. Перед советами стояла задача сохранить все это богатство, чтобы уже оформить и передать новым поколениям как часть истории. Композиторы начали переводить музыкальные произведения на ноты, хореографы оформлять народные танцы, художники и костюмеры увековечивать предметы, одежды и быта. Так появились оперы Хызжибек, Абай, Жалбар, Ертарган, Айман Шулпан и многие другие. В постановке Айман Шулпан 1934 года зрители Союза впервые увидели танец Хара-Журга. Советские профессионалы брали за основу культурное достояние, оформляли его и выдавали уже как готовый атрибут казахской культуры. Это было необходимо еще и для того, чтобы объединить казахский народ, который от рода к роду мог враждовать и иметь свои уникальные атрибуты. А здесь же были созданы и собраны образы, которые были близки всем и никому не принадлежали одновременно. Так, например, появился женский костюм, который мы сейчас все прекрасно знаем, по торжественным мероприятиям с красивыми девушками в платьях с валанами и с аукеле. Однако, многие этнографы отмечают, что валаны вообще не свойственны казахскому костюму, а настоящие женские костюмы выглядели примерно так. Иными словами, можно вполне справедливо заметить, что оформление современной казахской культуры – это плод советской власти, как бы это ужасно для некоторых не звучало. Поэтому все доводы, мол, советская власть была абсолютно колониальной, выглядят ущербно. Колониальными были европейские власти в азиатских и африканских странах, Скажем, никто не может всерьез утверждать, что бельгийская власть поощряла культуру Конго, или чтобы британская королева строила киностудию в Индии. Все это стоит огромных денег, а деньги колониальная власть предпочитает тратить на себя. Но при чем здесь современный шоу-биз, спросите вы? Вопрос нужно ставить немного по-другому. Почему тогда строились массово дворцы культуры, а сейчас нет? Почему тогда композиторы, писатели, артисты появлялись то там, то тут, создавались великие произведения, а сейчас вынуждены делать дешевый шерпотреб в поисках денег? Почему тогда на казахский язык переводилась вся мировая классика? Мои труды тоже на казахском есть, шолдас. Ссылка? Да не боись, это не та ссылка. В описании. А сейчас только-только Гарри Поттера перевели. Ну и самыми продаваемыми книгами считаются, как уехать жить в Дубае, как заработать миллион или ты казашка, гордись этим. Все прекрасно знают, хотя может для тебя это будет открытием, что в человеческом обществе есть два класса. Первый – это пролетариат или класс наемных работников. Короче, все те, кто работает по найму и живет лишь на зарплату. Вторые же – это класс капиталистов или буржуазия. Либералы таких называют честные бизнесмены, предприниматели. А народ их просто называют олигархи. Это те, кто владеет компаниями, в которых вы работаете, зданиями, в которых живете, недрами, поездами, самолетами, больницами, да и вообще практически всем в этом мире. А между ними есть прослойка – творческая интеллигенция, которая служит правящему классу. Как говорил любимец Салашевцев Адмирал Колчак, артистов, кучу рофи и проституток не трогать. Они одинаково нужны любой власти. Правда, советскую власть он так и не застал из-за аллергии на свинец. А так бы знал, что проституции не было места при социализме. Зато вот артистов становилось все больше и больше. И так как в СССР правящим классом были рабочие, поэтому интеллигенция обслуживала их интересы, создавались произведения искусства, восхваляющие труд и тружеников. Искусство было направлено на создание приятной обстановки, чтобы облегчить труд и сделать веселее отдых. Куда нам становиться? Куда становиться? А вот давай на третью платку. А ну-ка, пойдем. Эй, Василь! О! Ты во что? Хочешь, чтобы скорее дело пошло? Давай гармониста, понял? Ага, это верно. Эй, бери гармон! Эй, яблочко на сборку сели грамм, А мне надо, моя поколение! Давай, давай! Именно поэтому наши родители, бабушки, дедушки с такой теплотой и радостью вспоминают те песни, передачи, те фильмы. Сейчас во всем мире официально правящий класс – это буржуазия, олигархат, те самые люди, которые владеют состоянием на сотни и сотни миллионов, и для которых государство – это игрушка в их руках. Поэтому интеллигенция будет выполнять их заказ. Выгодно ли капиталистам развивать народную культуру? Да, если это приносит прибыль. А если нет, то и смысла – обучать, вдохновлять, побуждать людей на создание чего-то великого и качественного – нет. Особенно, если и в это нужно вкладывать деньги, которые не принесут сиюминутной выгоды. Поэтому легче пойти путем наименьших затрат и создавать контент, рассчитанный на самые низкие, невежественные инстинкты – секс, пафос, крутые тачки, простые шутки, клипы и фильмы в красивых и дорогих декорациях. Но без глубокого смыслового наполнения. Пипл хавает и просит еще. Такие продукты популярны пару месяцев, может лет, и их сразу же забывают. Зато деньги получают производители здесь и сейчас. Капитал всячески хочет сбросить с себя бремя социальных расходов на обучение и духовное обогащение трудящихся. Он не может это сделать сразу, чтобы не создать народного волнения. Но делает это понемногу методично. Какое нахрен б***ь здоровье, когда культуру в стране нет? Клинись культурой, я прошу вас, вы не у себя в министерстве. Как вы говорите, какие слова употребляйте? Рядом с вами женщина, еб***ь вашу мать! Извините, женщина. Послушайте, Юрий Иванович, ну хоть одно слово, ну дайте немножечко на культуру, на театр, на балет, ну на кино в конце концов. Ой, цирк какой-то. И на цирк такой. Раз капитализму не присуще развивать вкусы людей, то есть со стороны государства стремительно сокращается не только финансирование искусства, но и комиссии по цензуре. Цензура становится ругательным словом. Отныне каждый должен сам решать, что ему говорить, показывать и создавать. Неужели советская цензура это было хорошо для кино? Ну, сравни. Сейчас замечательное время, когда все в свободе. Почему так? Посмотри, что снимают. Почему так? Почему вот эти отвратительные люди из обкомов, которые вот так вот смотрели и решали, что это кино можно выпускать или нет, почему они как будто бы киношные на пользу? Почему именно так и не смотрели, а не вот так вот? Да потому что они ублюдки, блин. Какого хрена какой-то человек должен решать, может это кино выйти или нет? Но каким образом развивать самоцензуру? Это приходит с образованием и расширенным кругозором. А значит доступно узкому кругу людей, у кого есть деньги, возможности и свободное время. Но получается вот какая ловушка. Люди с возможностями и образованием вынуждены делать вульгарный продукт. Потому что их основной клиент это широкая и малообразованная публика. Но кто в самом деле будет много платить за концерты симфонии Моцарта? А артисты мечтают сами стать капиталистами и вынуждены заниматься тем, что приносит больше денег. И для того, чтобы заработать больше денег, они вынуждены каждый раз все больше хайповать. Если не получается заинтересовать зрителя своими силами, то стараются копировать западных успешных дельцов. Иными словами, содержание остается все тем же, если не хуже. Меняется только обертка. На вопрос «почему так?» мы дали ответ. Теперь копнем поглубже сам казахстанский шоу-бизнес. В нем есть два основных направления. Первые – это так называемые народники, оставленные без поддержки государства, выросшие снизу, стихийно. Им присущ консерватизм и даже национализм. В произведениях помимо любви воспевается родной край и нация. Вторые – это поборники западных ценностей, свободы слова, самовыражения, любители свободного рынка и богатства. Со стороны может показаться, будто эти два лагеря непримиримые враги. Одни – бедные, необразованные аутсайдеры из аулов, а другие – богатые, современные, успешные и городские. Но на деле все совсем не так. Да, так называемые прогрессоры, но то и западники, постоянно пытаются противопоставить себя народникам, ну то есть консерваторам. Они публично могут оскорбить это направление или выразить пренебрежительные отношения. Так, например, для многих успешных артистов казахстанского шоу-бизнеса считается оскорбительным, если их позовут на той. Ярлык тойский певец потом невозможно смыть это клеймо на всю жизнь. Димаш Кудайберген сразу дал понять, что той не для него, это низко. Вторит ему известный певец Галамжан Молдоназар. Но здесь казахстанские западники попадают в ловушку капитализма. Кроме как той, другого заработка то особо и нету. А для не казахстанских зрителей поясню. Той это такие семейные посиделки, человека так 300-400, где празднуют такие важные события в жизни государства, как свадьба, юбилей, новый год или рождение троюродного племянника бабушки по маминой стороне. Концерты собрать весьма трудно, больше на организацию потратишь. А тут приехал, выступил на полчаса и получил свои 2-3, а может десятки тысяч долларов и езжай на следующий корпоратив. Государство же свои таланты не взращивает, а паразитирует на тех, кто своими силами выбился. Яркая история до победителей разных зарубежных конкурсов. А можно ли купить квартиру на первом? К сожалению, на первом все уже продано, есть на втором. Эх, опять. По-настоящему успешные работники культуры это по сути только те, кто прославился за границей. Отчего далеко за примерами ходить. Кому нужен был Димаш, пока о нем не заговорил Китай? Вик Мамбетов был неизвестным человеком, пока не стал снимать рекламу банка «Империал» в России. А как раскручивала наши таланты Алла Борисовна и говорить не приходится. Да оно и понятно, на нашем маленьком населении много не заработаешь. Получается, той и есть конечная цель. Те, кто выбился на международной арене, не несут самобытной казахской культуры. Это лишь слегка переработанная иностранная культура. Какую культуру несет, например, группа «Нинти Ван» или «Скриптонит». Да не, не подумайте, ничего против них не имею, мне нравится их музыка, но речь идет о том, что они тоже являются соложниками системы. Столкновения народников и западников не только в среде эстрады, также и деятели кино нередко могут нападать друг на друга. Так, режиссер Ермек Турсунов публично обвинил Баяна Логузову, что она снимает дешевый «Шерпатрек». О, это был жесткий удар. Ну, не такой жесткий, как у ее бывшего. Но Ермек Турсунов идет дальше, выпуская статью, где предлагает свой выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Мы долго жили под лозунгом «Вначале экономика, потом политика». Теперь вроде наоборот, «Вначале политика, а потом экономика». Но опять же, ни то, ни другое не работает, потому что вначале должна быть культура, а потом уже все остальное. Ибо нельзя допускать без культурного человека ни к большой политике, ни к большой экономике. Бескультурный человек может, конечно, добиться результата как менеджер, но это будет успех временный. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда влечет за собой тяжелые последствия, что мы и наблюдаем сегодня. К сожалению, в самом начале мы пошли вслед за Марксом, который считал, что экономика – это базис, а все остальное – надстройка. Тысячелетний опыт человечества, все религии мира утверждают, что как раз наоборот. Именно культура – базис, а экономика с политикой – ее надстройки. Говоря о культуре, я не имею в виду о вилке слева и ноже справа, или же о проценте попадания в унитаз. Я имею в виду другое. Я говорю про нравственный минимум, который мы обязаны соблюдать, какую-то гигиеническую малость. Ведь что такое борьба с коррупцией? По сути, это борьба с безнравственностью, с бескультурием. Ясно. Научный, материальный подход Маркса устарел. А вот религиозный подход – это самое то в современном мире. Оказывается-то, достаточно быть культурным человеком, и тогда вас сразу перестанут привлекать деньги. У нас в стране как бы два центра, где присутствует культурная жизнь – Нур-Султан и Алматы. А как же все остальные? Раньше в каждом селе был свой клуб, своя библиотека, была самодеятельность, смотры были, велась селекция. Человек из глубинки, пройдя ситоотборов, мог попасть на большую сцену. Сейчас этого нет. И если тебе не повезло родиться в центре, то это практически приговор. То есть раньше было лучше, или все же подход Марса не работает, что-то я запутался. Но не только я. Автор сам путается, когда начинает разделять образование и культуру. Потом и вовсе становится непонятно, что за культура умеет в виду режиссер. Сейчас, мол, ходит много бескультурных, но весьма образованных людей. Значит, это разные вещи. О какой культуре вообще может идти речь, если современному человеку приходится выживать? Когда едва удается удовлетворять свои базовые потребности в еде и жилье? Когда вместо образования приходится заниматься поиском средств к существованию. При том, что работы в твоем регионе становится все меньше, а само образование становится роскошью. Разве это не вопрос экономики? Как можно думать о культуре, когда не решены эти базовые проблемы? Развитая культура появится только там, где живется спокойно и в достатке. Взять нашу столицу. Построили несколько огромных и красивых театров. Круто. Да только люди туда не ходят практически. Времени нет и денег. Все только и делают, что зарабатывают. Достаток и безопасность не может появиться там, где просто развита культура. Именно это показывает нам вся история человечества, когда с развитием орудий труда и науки постепенно менялось и сознание людей. Если двух высокообразованных интеллигентов выбросить на необитаемый остров, то они превратятся не в элиту, а в Робинзонов. И вряд ли они будут вместо поиска пищи и жилья танцевать или цитировать Шопенгауэра. Мои руки! Да и сама по себе культура это не что-то однородное и фиксированное. Культура изменчива. Раньше вполне себе культурным считались такие явления, как кровная месть, кража невест, сжигание ведьм, каторга за отрицание Бога или костер за научные открытия. Это все было согласно культурному коду того времени и тех условий. О какой такой мифической культуре говорит Эрмек Турсунов? Современной? Вот так мы видим, что современная культура создается из того, что можно быстро и легко продать, игнорируя качество. А может он имеет в виду гуманизм, альтруизм и нравственность? Но и здесь все идет в разрез с нашим общественным строем. Капитализм – это когда всегда про прибыль, про бабки и про их увеличение. Товарный фетишизм – это двещизм. Этот отвратительный культ потребления уже проник повсюду, начиная с предметом пользования, заканчивая отношениями людей. Теперь нами правят корпорации, которые навязывают нам приобретение ненужных вещей. Черт возьми, мы вкалываем на фабриках и в ресторанах, гнем спину в офисах. Нас дразнят, рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. Сами люди принимают форму товара, когда готовы пожертвовать своим здоровьем ради новых подписчиков. Девушки изменяют свою внешность и постоянно выставляют фотографии себя любимой в Инстаграме в надежде, что их заметит не только потенциальный рекламодатель, но и очередной папик. А тех, кого такое не устраивает, просто выбрасывайте шоу-бизнеса. Само слово «шоу-бизнес» уже говорит нам, что люди здесь трудятся не ради культуры. Можно еще вспомнить, что даже если ты успешный артист, скорее всего, тебя посадят на контракт с рабскими условиями. Лейблы заставят тебя петь и танцевать днем и ночью. В той же Южной Корее артисты просто воют от адских условий. Ну и мы тоже не отстаем. Особенно видно противостояние двух направлений прогрессивного и маргинального в современном искусстве. Глупости чушь, над которой восторгается небольшая публика, видится народу издевательством. Например, когда богатая и образованная публика приходит посмотреть на фотовыставку кадров голодающих детей, воин, нищеты. Обсуждая все это с умным видом и сочувственно вздыхая о бедных, допивают свое шампанское, садя за свой днедорожник и едут в личную виллу, при этом ничего не меняется. Голод не побежден, войны не остановлены, безработица не снижается, бездомные живут на улице. Это все есть даже в самых богатых странах, потому что они не могут решить эти вопросы даже у себя дома. Вот и получается, что на проверку их гуманизм выглядит фикцией и дешевкой. Вы скажете, что миллиардеры жертвуют крупные суммы денег в различные фонды для отстающих стран. Но так ли это? На деле же пожертвование это очередной уход от налогов. Или попытка откупиться перед обществом крохами, когда миллиардер жертвует миллион, а миллионер тысячу. Сколько миллиардов долларов было пожертвовано? И какой результат? Ничего не изменилось. Как была нищета и голод, так и остались. Сами фонды присваивают себе эти деньги, потому что могут. А могут они, потому что система позволяет. Настоящий гуманизм возможен только там, где нет деления на классы, на тех, кто имеет все и тех, кто не имеет ничего, на тех, кто живет и тех, кто выживает. Гуманизм возможен только там, где каждый человек может реализовать свои творческие способности, не задумываясь о том, что ему поесть и где жить. В таком обществе государство будет заботиться о людях, об их здоровье, как физическом, так и психологическом. Основным приоритетом будет отдано развитию духовного богатства, моральных качеств каждого человека, свободных от эгоизма и жажды наживы. В такой атмосфере не нужно будет конфликтовать с западниками-народниками, ведь сам по себе конфликт имеет под собой банальный алчный фундамент. Надо добить конкурента, забрать у него аудиторию, чтобы именно его позвали на той, чтобы именно он получил деньги со зрителя. И для этого, если не получается создать качественный контент, приходится дискредитировать своих конкурентов, говорить об их отсталости или продажности Западу. Мы предлагаем свое решение проблемы, изменить экономическую формацию на более справедливую. Только при социализме культура будет доступна для каждого, а не для кучки псевдоинтеллектуалов, возомнивших себя элитой, для которых обычный рабочий человек это тупое быдло. Ойлан, шолдас.